В эфире Ума Палата. Отборочные игры. В 1977 году из сейфа Чикагского банка бесследно пропали несколько сот тысяч долларов. Преступление до сих пор не раскрыто. Сегодняшние игроки не будут биться над разгадкой этого преступления, а постараются заработать деньги самостоятельно. Игроки, представьтесь. Надежда Саханская, ведущая телеканала Якутия 24. Петр Васильев, ведущий телеканала Якутия 24. Надежда, вы уже решили, на что потратить 100 тысяч рублей, если выиграете их? Я очень люблю путешествовать. Скорее всего, отправлюсь куда-нибудь по России. Например, по Золотому кольцу. Там еще не была. Планы неплохие. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы работаете на телевидении, и наверняка могли что-то слышать о нашей передаче. Что слышали? Плохое, хорошее? Я слышала о том, что такая передача есть, и очень много желающих в ней поучаствовать. Это, наверное, говорит о том, что она довольно популярна. И вот сегодня я здесь. Замечательно. Проверим, насколько вы способны выиграть в нашей игре. Петр, когда вы закончили школу? В 2013 году. Как закончили? Отлично. А пригодились по жизни знания, полученные в школе? Ну, не то чтобы. Больше, конечно, уже дальнейший эмпирический опыт. Посмотрим. Видимо, в этой игре вам придется применить эти знания на деле. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех турах нашей игры, которых будет ровно 3. А пока что перед вами находится черный ящик. В нем находятся два шара красного-синего цветов. Тот, кто вытянет красный шар, будет отвечать первым. Приступайте. О, я что-то схватила. Да, Надежда, вы получили преимущество и будете начинать отвечать на вопросы первого тура первой. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выявляет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго тура. Проигравший покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. А игроки отвечают по очереди. Начинает Надежда. Итак, первый раунд. Надежда, назовите математическое действие обратное деление. Умножение. Верно. Петр, благодаря какому спорту прославился Елена Година и Екатерина Гамова? Пас. Волейбол. Надежда, продолжите шутливую фразу Пифагорова в штаны. Во все стороны равны. Верно. Петр, к какой стране относится остров Бали? Индонезия. Верно. Надежда, герои какого произведения Войновича не крестились, а звездились? Пас. Москва 2042. Петр, какое слово скрывается за буквой К в аббриатуре ЦСКА? Комплекс. Клуб. Надежда, как называется палец в руке человека, расположенный между мизинцем и средним? Безымянный. Верно. Петр, что в известной поговорке делали 33 корабля? Лавирули. Верно. Надежда, назовите английскую королеву, которую схватался Иван Грозный, так и не получал ответа. Пас. Елизавета. Петр, на юге какого материка находится мыс Горн? Южная Америка. Верно. Надежда, как звали младшего брата Томаса Эвера? А-а-а. Пас. Сид. Петр, в каком городе происходит финальная схватка самолетов Суперджет 100? Москва. Комсомольцы на море. Надежда, определите размер, который написан на стихотворение Ахматова. Мужество. Мы знаем, что он не лежит на весах. Что совершается ныне? Час мужества пробило на наших часах, и мужество у нас не покинет. Дактиль. Амфибрахи. Петр, чьи дети носили имена Фемистоклюс и Алкид? Пас. Поместик Манилов из мертвых душ. Надежда, в каком году состоялось празднование Тысячелетия Крещения Руси? В 1988. Верно. Петр, какую фамилию в романе Ильфа и Петрова носила знойная женщина Мечта поэта? Пас. Грица Суева. Надежда, куда кладут зву в известном поговорке? На полку. Верно. Петр, какая страна самая большая по площади? Россия. Верно. Надежда, где находится Гималая? Евразия. Азия. Петр, какой океан умывает восточный побережье США? Тихий. Атлантический. Надежда, кто из американских президентов был изобретателем? Пас. Томас Джифферсон. Петр, в каком году началась Первая мировая война? В 1912. В 1914. Первый раунд завершен. Таковы его итоги. В течение первого раунда я задал вам 22 вопроса. Из них Надежда дала 5 правильных ответов. Петр, 4. Петр, на кого вы учились? На филолога. На филолога? То есть вы гуманитарий? Да. Вы читали «Мертвую душу»? Да, я читал «Мертвую душу». А знойная женщина – мечта поэта, говорит, Сосуева? Нет, Ильфа Петрова я не читал. И футболом не увлекайтесь. ЦСКА ни о чем не говорит. Понятно. Надежда, я знаю, что вы учились на филолога. Но при этом вы не определили стихотворный размер. Возможно, время? Возможно, время. Я поняла, что это трехстопное стихотворение. Я почему-то вообще начала про дольник еще думать. Но я поняла, что это было бы слишком сложно для программы, в которую приходят люди разных специальностей. Я знаю, что вы филолог-русист и специализируетесь на русском языке, русской литературе. Да. Но, тем не менее, Тома Сойера, видимо, надо было тоже читать. Читали? Читали. Я вспомнила сразу сцену из Тома Сойера, когда он плакал о своей гангрене и жаловался своему брату, а имя вылетело просто, ну, может быть, волнение сказывается. А про переписку Ивана Грозного с Елизаветой вы не знали? Нет. Вот этого чего нет, того нет. Да, видимо, уроки истории вы когда-то пропускали. Ну что же, переломный момент. Надежда, вы получаете, тем не менее, преимущество. Теперь вы начинаете первое отвечать на вопросы второго раунда. Переход хода во втором раунде происходит после первой ошибки. Это означает, что игрок, который не ошибается, может даже не оставить своему конкуренту ни одного возможности ответить на вопрос. Надежда, кто написал «Войной мир»? Лев Толстой. Верно. Надежда, какой художник создал «Моно Лизу»? Леонардо Давин. Верно. Надежда, какая команда выиграла последний чемпионат мира по футболу? Сбурная Италии. Аргентины. Петр, какой вид спорта связан с термином «гран-шлем»? Гонки. Теннис. Надежда, какой фильм получил «Оскар» за лучший фильм в 2020 году? «Зеленая книга». Паразиты. Петр, кто исполнил хит «Шейпо Хью»? Эд Ширен. Верно. Петр, в какой части тела находится крестообразная связка? Колено. Верно. Петр, как зовут главного антагониста в песне Шекспира «Отелла»? Пас. Яга. Надежда, к какому году вышел фильм «Титаник»? В 99-м. В 97-м. Петр, какой элемент обозначает химическим символом «СН» в периодической таблице? Пас. Олова. Надежда, сколько жен Генриха VIII звали Катериной? Три. Верно. Надежда, сколько из столицы Финляндии? Хельсинки. Верно. Надежда, какая популярная видеоигровая франшиза выписала игры с подзаголовками World of War Black Ops? Электроник Артс. Калавджуди. Петр, в какой стране находится город Онтарио? Канада. Верно. Петр, валюта Дании? Франки. Датская крона. Надежда, какой теннисный гранд-шлем проходит на глиняном покрытии? Пас. Открытый чемпионат Франции. Петр, какое старое название было у бутонщика Сенегирс до того, как он изменился в 1990 году? Пас. Марафон. Надежда, кто был главой государства Японии во время Второй мировой войны? Микада. Хирохита. Петр, какая самая маленькая планета в Солнечной системе? Плутон. Меркурий. Надежда, кто написал роман «Исчезнувшая» и «Острые предметы»? Пас. Джиллен Флинн. Петр, какой легендарный сюрреалистический художник известен своими картинами, ставящими часами? Дали. Верно. Петр, как назывался турецкий город Стамбул до 1930 года? Из Стамбул. Константинополь. Надежда, из какого города США родом группа «Зеки Лас»? Пас. Лас-Вегас. Второй раунд завершен. Каковы его результаты? По вашему мнению, Надежда, сколько дали правильных ответов? Очень мало. Ну, правильных ответов три точно насчитывается. Петр? Ну, я надеюсь, что хотя бы три. Кто бы играл в этом раунде? Надеюсь, что ничья. Я думаю, что Петр взял по количеству очков, но сейчас мы вышли в ничью. Ну что же, узнаем сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 23 вопроса. При этом Надежда дала 4 правильных ответа, Петр тоже 4. Это означает, что сейчас объявляется дополнительный раунд. Надежда, вспомните русскую пословицу. Что на воре горит? Шапка. Ответ правильный. Петр, название какого итальянского мучного блюда переводится как веревки? Спагетти. Верно. Надежда. В какой стране в 2017 году президентский пост впервые в истории заняла женщина? Пас. Правильный ответ – Сингапур. Петр, если вы дадите правильный ответ, вы выиграете в этом раунде. Основателем какой страны был Ким Ир Сен? Северная Корея. Да, ответ правильный. Итак, по результатам дополнительного раунда выигрывает Петр. Надежда, мы будем с вами прощаться. Надежда, скажите, пожалуйста, что не позволило вам выиграть в этой игре? Возможно, нужно больше готовиться по каким-то сферам деятельности, в которых я не сильна. Спорт, политика, экономика и учебники истории. Понятно. Петр, если вы играете, поделитесь ли деньгами с Надеждой? Обязательно. На этой была установка. Прекрасно. Ну что же, Надежда, возможно, ваши мечты о путешествии еще имеют место быть. До свидания. Петр, ровно одну минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, вы выиграете. В качестве главного приза в нашей игре 100 тысяч рублей, которые можно выиграть в конце нашего телесезона. Петр, какое животное изображено на лагоди Писи Мирного фонда дикой природы? Панда. Верно. В каком году пала Берлинская сена? В 1969. В 1989. Назовите столицу Бразилии. Бразилия. Верно. Кто написал «Гордость и предубеждение»? Джейн Эйр. Джейн Остин. Кто известен как отец современной физики? Эйнштейн. Верно. Какой горный хребет самый длинный в мире? Пас. Анды. Какой самый большой остров в мире? Гренландия. Верно. Какого химическое воззначение серебра? Пас. Аргентум. Кто написал картину «Стойкость памяти»? Пас. Сальбадор Дали. Какая кость самая большая в человеческом теле? Бедренная. Бедренная. Какой город является столицей Аргентины? Верно. Сан-Пауло. Буэнос-Айрес. Кто написал знаменитую картину «Тайный вечер»? Да Винчи. Верно. Балюта Японии. Йены. Верно. В каком году была выпущена самая первая модель iPhone? В 2008. В 2007. Какое сочетание клавиш для функций копировать на большинстве компьютеров? ТРЛЦ. Верно. Татары, узбеки и казаки называют его «копик», грузинаматсоник, таджики, чургот, египтянин лебен. Как его называют в Турции, Греции, Румынии и во всей Европе? Сыр. Югурт. Стоп. Минута прошла. Итак, Петр, за время игры я задал вам 16 вопросов. При этом вы дали 8 правильных ответов. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20. Поэтому покидайте нашу игру. Тем не менее, мне хочется лично от себя похвалить вас за то, что вы показали один из самых высоких результатов за все наши выпуски на сегодня. Спасибо за участие. Спасибо вам. До свидания. Это игра «Ума-палата», где встречаются удачливые, умные и азартные люди за денежный выигрыш в 100 тысяч рублей. Давайте знакомиться со следующими игроками. А если вы знаете, что микология – это наука о грибах, первым императором Рима был Август, а самая крупная ящерица живет на острове Комода, то у вас есть реальный шанс на победу в нашей игре. Есть ли он у сегодняшних игроков? Узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Всем привет, меня зовут Серж. Чем вы занимаетесь? Занимаюсь саунд-продюсированием, артистической деятельностью. Долгую. Вот давно на телевидении не был, поэтому что-то волнуюсь. Артист. Привет, артист. Хорошо, принято. Здравствуйте, меня зовут Эрхан Попов. Я артист, занимаюсь музыкой. Это мой коллега. Хорошо. Серж, с какими мыслями шли на нашу игру? Что ждете от игры? Жду хорошей борьбы с другом. Ты же борец? Ну, занимался борьбой, поэтому жду хорошей борьбы. Какие навыки, по вашему мнению, вам сегодня пригодятся? Навыки, да. Навыки, не знаю, даже быстро отвечать. Мой умопомрачительный ум. Не знаю даже. Постараемся отыграть хорошо, провести время с моим группой. Хорошо, пусть будет так. Эрхан, будет страшно, быстро. Сами вы считаете себя стрессоустойчивым человеком? Ну, относительно, да. Относительно Сержа я стрессоустойчив. А селась чуть-чуть стресс-топ. Опыт у вас был уже в преодолении своих страхов? Да, кстати, был. Кстати, был. Я очень сильно боюсь высоты. Я поднимался очень довольно-таки высоко. Без страховки. Ну, страховка была, но я поднимался. Поэтому, мне кажется, вот в этой коробке что-то есть, и я не испугаюсь этого. Меня тоже спросите, пожалуйста. Тоже про страхи там спросите. У меня ответ есть. Что вы говорите? Просто я вот с парашютом прыгал. Тоже бы с рыбой. Хорошо, давайте так уж и быть. По вашему желанию давайте вам тоже зададим этот же вопрос. Насколько вы, Серж, являетесь стрессоустойчивым человеком? Я думаю, что я очень стрессоустойчивый человек, потому что я умею перебороть свои страхи, потому что я прыгал с парашютом. Вот. Что-то я и гярю. Ну, хорошо. Сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, успешно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах нашей игры. Пока что перед вами находится черный ящик. В нем находятся два шара. Красного и синего цветов. Вам нужно одновременно протянуть руку, вынуть шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Кто первый? Можете это делать одновременно. А, да? Раз, два, три, я думаю, да? Давайте. Пожмем руки. Нашел, да? Я первый. Соответственно, у меня синий. Архан, вы получили преимущество, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем приступать. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший покинет эту игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым отвечает Эрхан. Итак, первый раунд. Эрхан, в какое море впадает река Кубань? Вы не знаете. Черное море? Нет. Серж, какой вид смеха называется гомерический? Долгий. Хохот. Эрхан, кто совершил первое кругосветное путешествие? Магеллан, Колумб, Розеншерн, Кук? Колумб. Магеллан. Серж, в какой галактике находится планета Земля Андромеда, Млечный путь, Магелланово облако или сфер скопления Дивы? Млечный путь. Верно. Эрхан, есть ли у Тапира ховод? Да. Есть. Серж, какой российский император воевал с Наполеоном? О, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет. Александр Первый. Верно. Эрхан, какая буква в русском алфавите самая старая? Самая старая? Не знаю. А? О. Серж, какого героя не было в поэме Мертвые души? Коробочки, Плюшкина, Масобакевича или Скотинина? О, сейчас. Так. Плюшкина. Скотинина. Эрхан, какой из этих химических элементов не является металлом? Магний, алюминий, неон, литий? Неон? Верно. Серж. Кто автор Романа Техидон? Техидон. Сейчас, подожди, горький. Шолохов. Эрхан, назовите столицу Туркменистана. Туркменистан. Можно я, пожалуйста? Ашхабад. Серж, что тяжелее, литр воды или литр бензина? Литр бензина. Литр воды. Эрхан, в какой стране официально существовала рабство до 1962 года? О, в России? Саудовская. Серж, сколько дней в сентябре? Сколько дней в сентябре? Тридцать. Верно. Эрхан, кто крестил Русь? Эм... Можно я скажу, пожалуйста? Князь Владимир. Серж, какой орган у человека самый большой? Самый большой кишка. Кожа. Эрхан, решите задачу. Вам подарили 20 яблок. Вы сели 10%. Сколько яблок у вас осталось? 18. 18. Серж, вопрос с третьего класса. Почему времена года сменяют друг друга? С третьего класса. Почему времена года сменяют друг друга, да? Потому что земля вращается вокруг солнца. А, ну, хотел сказать. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика первой игры следующая. Всего вам было задано 18 вопросов. При этом Эрхан дал только два правильных ответа. Серж, три. Брат. На менеджер. Неосыщий. Эрхан, вас можно назвать медийной личностью. И у вас есть определенное количество поклонников. Вам не будет стыдно? За что мне стыдиться? За незнание. Ну, посмотрим. Выйдет. Посмотрим эфир. Там и посмотрим. Серж, сложилось ощущение, что играли в угадайку. Было такое? Ну, чуть-чуть было. Наполовину угадайка, наполовину нормально. Знал ответы по идее. Больше его ответы знал. Почему-то. А так хорошо? Отлично. Погнали дальше. Погнали дальше. Дмитрий. Вот он переломный момент. Серж, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете первым отвечать на вопросы второго раунда. Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки. Это означает, что если вы будете отвечать всегда правильно, Эрхан не сможет ответить ни на один вопрос. Серж, кто сказал математика царица ног, а арифметика царица математики? Аристотель. Гаусс, Эрхан. Назовите фильм, где два парня познакомились в больнице, и выяснилось, что один из них никогда не был на море. Достучаться до невесты. Верно. Эрхан. Имя богатыря из города Мурома. Иван... Илья. Илья Мурома. Человек, живущий подаянием, собирающий милостыню. Это? Бибепепеппинбон. Эрхан. Эрхан. Сумма углов квадрата? Пас. Триста шестьдесят. Серж. Источник звукозлужащего эталоном частоты звука при настройке музыкальных инструментов и в пении. Называется? Это же я должен знать, подождите. Камертон, Эрхан, какой продукт из разных стран называют папиной бородой и бабушкиными волосами? Странно папиной бородой. Я не знаю, что это может быть. Сахарная бата, Серж, по какому произведению Антона Чехова был снят фильм «Мой ласковый нежный зверь»? Обожаю русские фильмы. Драма на охоте, Эрхан, какой примерно объем крови в теле взрослого человека? У-у, 5 литров. Верно. Серж, Эрхан, прошу прощения, слово «дикция» пришло к нам из английского языка. Каково его значение? Дикция. Это отсутствие дикции. В зависимости. Серж, какое чайное предложение не входит в грамматическую основу, подлежащую сказуемой определению? Какое чайное предложение не входит в грамматическую основу, подлежащую сказуемой определению? Определение, конечно. Верно. Серж, сколько дней в сентябре? Оу. Что? 30, может? Верно. Кто был режиссером мелодрамы «Москва слезам не верит»? Оу. Так. Стивен Спилберг. Владимир Миншов. Эрхан, как звали мышей из приключений кота Леопольда? Гупсень, глупсень. Митя и Мотя. Серж, какова длина олимпийского бассейна в метрах? Оу. 150 метров. 50. Эрхан, какой субъект в Рейссиелле Федерации в алфитном порядке стоит первым в списке кодов регионов? Адыгей? Верно. Эрхан, в каком горном осиле есть вершина Маттерхорн? О, Маттерхорн. Горном осиле, пас, я не знаю. Альпы, время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие факты. Во втором раунде вам было задано 17 вопросов, при этом Эрхан дал 3 правильных ответа, а Серж только 2. Стыдно. Можно? Стыдно. Перед моим поклонниками стыдно. Со 100 тысяч тебя оцеплю чуть-чуть. Серж, что скажете на прощание своему оппоненту? Ну, условия заранее не обговаривались, поэтому что-то странное, по идее у нас поровну было же, но мир не строительный. Я обговариваюсь ранее, вы просто невнимательно слушали. Наверное. Спасибо за игру, до свидания. Спасибо вам. Вы самый слабый, извините, прощайте. Эрхан, какие ощущения от игры на данном этапе? Все очень быстро, все очень сумбурно, но я не подведу своих поклонников. Замечательно. Я вас предупреждал, что будет очень быстро и немножечко страшно. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, каким-то образом вы готовились к игре нашей? Ну, всю жизнь, все 27 лет. Понадобились эти знания? Нет. Не понадобились? Как в школе учились? Ну, средний. Средний, очень средний. Специальное образование какое получали больше? Я банкир, умею считать. Деньги? Да. Хорошо, пусть деньги будут сегодня у вас в кармане. Эрхан, ровно одну минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится шанс заработать 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой куш можно выиграть в конце нашего телесезона. Эрхан, сколько звуков в слове статья? Два звука? Шесть. Как называется красная тряпка в руках у Матадора? Что это было? Мулета. В 1886 году сестра Владимира Монаха открыла на Руси школу при одной из киевских монастырей. Чем отличалась она от остальных? Там были женщины. Первая школа для женщин, верно. Эрхан, сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Чья это теорема? Пифагора? Верно. Назовите прозвище Владимира Князя Всеболода, правившего в 12 веке. Князь... Князь Великий. Большое гнездо. Что из этого можно есть? Натрий 2SO4, натрий HCO3, H-хлор. Натрий HCO3. Верно. Какая из этих стран имеет наибольшую площадь? Китай, Натанада, США. Китай. Канада. Знал же. Время вышло. Все, да? Эрхан, за время игры я задал вам 7 вопросов. Из них вы дали 3 правильных ответа. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли довести счет правильных ответов до 20 и не сможете побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Каковы выводы этой игры для вас личные на сегодня? Ну, мне понравилось. Мне понравилось. Иногда было, конечно, унизительно. Но в целом, это очень интересный опыт. И нужно само зарабатывать деньги. Не здесь. Правильно. Желаю вам успехов. До свидания. Всем большое. Это игра «Ума Палата». Наш звездный выпуск интеллектуального шоу завершился в мою пользу. Денежный приз в 100 тысяч рублей остался снова у меня. Он может достаться кому угодно, но уже в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова